Решила вот примерить. Вчера покупали в Костка несколько вещей для дома. Такая вот маечка натика. Такие вот штаницы. Но они такие домашние. Это исключительно домашние. Маечку можно под джинсики. Правда размер L. Вот почему-то я не взяла M. Мне показалось, что она будет тесновато. Может быть M и неплохо было бы. Но штанишки очень обычные. Абсолютно. Просто штанишки. Такие вот штанишки. Это все по 10 долларов. 10 маечка, 10 штанишки. Следующая покупочка это такое вот платье. Тоже в Костка 10 долларов. Вот такое вот обычное домашнее платьюшко. Как тут мне достать, чтобы видно. Просто такое вот платьюшко с карманчиками. Я люблю с карманчиками. Это размер M. Обычное платьюшко. Можно на пляж, можно такое, как домашнее его. Конечно, плохо, что в Костка нельзя ничего примерить. И покупаешь просто и дом. Ну и можно поменять, можно сдать. Вещи всегда можно сдать. Потом еще вот одна покупка из Костка. Вот такие носочки за 10 пар. 4 доллара. Это, конечно, скидка хорошая. Пума. Носочки Пума. Я их даже не открывала. Можно открыть. Посмотреть. Вот такие коротенькие носочки. И они, размеры они здесь указаны, идут, по-моему, до 9,5. От 5-9,5. Ну, имею ввиду американский размер обуви. Внутри, внутри, внутри. Нет, это не махрушка. Я думала, что это просто нитки. Так они, как бы, ну, довольно-таки прозрачные, но не теплые. Для кроссовочек хорошо. Вот они идут 5 пар одинаковых вот таких вот носочков и 5 пар немножечко другие. Просто такая же, как бы, расцветка. Ну, я имею ввиду, что расцветка разная, а оформление носочков, да, рисунок. Геометрические фигуры одинаковые. Только здесь бело-серым, а здесь серо-зелененьким. Хорошие носочки. Ну, а почему не купить 4 доллара? Это хорошая скидка. Дальше вот хотела показать покупки из Костка. Такие вот сухарики. Постоянно берем эти сухарики органик. Опять же, увидела у какого-то блогера. Это было несколько месяцев назад. И все, мы подсели на эти сухарики. Очень вкусные. Обычные такие сухарики. Но в них добавлено, по-моему, к ним добавлены специи. Когда они вот сушились. Вкусно. А потом вот вы купили вот эту вот воду Сан-Пелегрина. Она с фруктовым вкусом. Первую я пробую в баночках. Обычно мы покупали обычную минеральную воду Сан-Пелегрина. Это я сухарик еще ем. Я даже могу сейчас показать Сан-Пелегрина. Вот такая вот обычная водичка, да. 24 бутылки в Костка 20 долларов. Бывает скидка 15. И вот как бы альтернатива такой водичке есть вот такая вот фруктовая. Мы открыли две упаковки, попробовали. Это вкус. Какой у нас вкус? Ну и такое освещение здесь в съемном жиле, конечно. А, Резбери. Малина. Вот вчера я пробовала малина очень вкусненькая. И здесь вот это клубничная. Да, Страббери. Клубничка. Ну, вообще такой аромат вкусный. И не содержит сахара. Хотела открыть еще вот это. Здесь, по-моему, гранат и черри гранат. Открыть, конечно, не так-то и просто. Вчера муж открывал. У них тут такая система. Система. Вот так вот, смотри, взорвем потом. Так, попробуем черри и... Вишни с гранатом, да? Гранатом, ну, как бы чувствуется вкус вишни. В общем, класс. Я вообще обалдею от этих вот... От вот этой минеральной водички. Не соленая, вот как обычная вот эта вот минералка, да? Я имею в виду без фруктовых добавок. У нее нету столько соли, чтобы вот она неприятные какие-то ощущения оставляла вкусовые. Классно. Потом, ну, активия, йогурт мы покупаем. Блок. Эта часть из коробки. А сколько их коробки? 24 штуки. 12 долларов, по-моему. А вот эта водичка... А я не помню, сколько. Я сейчас должна взять чек, посмотреть. Так, вернулась с чеком. Что у нас в чеке? А, активия 11. За 24 вот таких вот 11 долларов. Прямо не вижу, где минералка. Сейчас я найду и потом опять. 15 долларов стоит вот за 3 вот этих вот упаковки всего 24. Да, по 8 баночек в каждой. 24 баночки. 15 долларов, да. Нормально. Из всех вкусов, конечно, наиболее мне понравилось. Резбери малина и стравбери клубника. Вот это немножко проигрывает. Ну, это, говорится, на вкус и цвет чайли. Такой еле-еле уловимый привкус. Нету сильного привкуса. И вот, когда я проверяю своим приложением на телефоне качество этого продукта, он мне покажет экселент. То есть замечательно. Так, дальше что у нас тут? Что мы покупали ещё? Такой вот сыр. Маленький такой я называю. Ну, он называется baby. Baby сыр, в общем. Вкусненький. Он как плавленый. Такой вот. Даже можно вот открыть. Так интересно открывается, кстати. Очень удобно кушать. Тут такие вот есть штучки. Так вот цепляешь. И так вот полосочка раз. И открывается. И оно вот такое вот в шкатулочке. Можно кушать. Он такой мягкий. Вкусный сыр. За вот этот вот сыр, это мы вчера уже съели штук шесть отсюда. Штук шесть за этот сыр. Сейчас скажу, baby. Честь. Всё, как всегда, в своём чеке ничего не могу найти. За вот этот вот весь сыр 14 долларов. Упаковочку. А потом, что ещё я хочу показать? Я хочу... А, ну вот эти мы вчера берём. И семена... Памкинси. И семена чего? Пиквы. Мы раз в две недели едем в Костка. На две недели вот хватает. Я добавляю салаты. Как можно кушать? Вот они такие. Вкусненькие. А, потом вот я хотела открыть эту капусту. Костка впервые беру. Телефон показал отличное. Единственное, что вот когда в других магазинах берёшь, если в русском брать, то соли не будет очень много. В Walmart я брала очень солёная. Мне приходилось для использования её салатом, винегретом, замачивать, Тоже, по-моему, на 10. Да, вот эти вот... Pumpkin seed тоже 10 долларов. Капуста. Да, тоже 10. Хочу попробовать. О, кисленькая. Класс. Соль их достаточно. И она не солёная, и кислота вот эта есть. Потому что вот другой раз просто кислоты недостаточно. Хочется добавить туда, я не знаю. Лимонки, наверное. Вот такая вот классная капустка. Я рада. Всё. Супер. А потом ещё мы покупали баварскую ветчину. Это вот, они были такие вот две. Одну мы вчера кушали, открыли. Девять долларов за две. Вот одна такая пластинка, вторая уже открытая в холодильнике. Ну, я просто это уже не буду открывать кушку. Ну, хорошая ветчинка. Она прям вот такая вот, как родной вкус. Вот я даже думаю, о, это какая-то колбаска моя. Моя родная белорусская колбаска. Ну, конечно, это свиная. Ну, ничего, можно покушать свиной. Не всегда кушать курицу, гавер. Ой, это у меня капуста не прожила. Хорошая колбаска. Я довольна. Просто как будто русский магазин съездила. Капуста, колбаска. Другого сыра мы не брали в этот раз. Брали, потому что у нас двое, и муж в основном ест на работе. Я в этом все, в принципе, в основном кушаю одна. А потом вот такой вот кондиционер для волос. Пять в одном. Вот тоже 10 долларов. Не пробовала еще. Ну, судя по описанию. Хороший. И еще за 10 долларов две упаковочки таких вот. Шампунь с гелем два в одном. Ну, то есть, как шампунь, я его не буду использовать, как гель. А для душа единственное, что запах лаванда. Вот я немножко так насторожилась, открыла, понюхала. Тоже еще не использовала. Такой вот сладковатый. Вот я немножко не очень-то люблю такие запахи. Ну, не знаю. Посмотрим, попробуем. Ну, цена нормальная, как бы, для два таких больших. А сколько миллилитров? Пятьсот. Ну, не освещение, конечно. А, да. Пятьсот миллилитров одна. Вот, получается, за литр 10 долларов. А кондиционер для волос. Сколько миллилитров здесь? О, литр. Литр и 130 миллилитров. Тоже классная цена. Ну, понтина вообще хорошая. Здесь марка, если уже она понтин, написано, то она уже точно будет понтином. Не подделка, как Беларуси разведенная, не знаю, чем с водой. Ну, в общем, вот такой вот обзор покупочек небольшой. Хотела вам показать, поделиться. Продолжение следует... Продолжение следует...